У каждого человека своя жизнь, свои успехи, внутренние страхи, или наоборот, от природного стоицизма перед лицом несчастий, есть мужество, ответы на многие сложные вопросы. Он может быть известен и иметь успех, славу, или о нем мало кто знает, но его любят и уважают в кругу близких друзей и знакомых. А бывает, что звезда его поднимается так высоко и красиво пылает, что его или ее запоминают надолго, а иногда и навсегда. Но яркость и свет этой звезды идет недолго, имеет свой определенный отрезок времени и гаснет. Особенно жалко, когда звезда эта уходит в достаточно молодом еще возрасте. Я хочу рассказать вам о британской актрисе кино Патриции Хейнс. Патриция Хейнс родилась 3 февраля 1932 года в городе Шеффилд, Англия. Уже с ранних лет Патриция решила стать актрисой и в возрасте 20 лет начала играть в театральных постановках. В 1953 году она исполняет роль Лотти Клег в «Bet Board and Romans», после чего она исполняет роль Мисс Титтертон в постановке «Искусственный шелк», а потом роль Миссис Галч в «Доме на болоте», после чего играет Лидию Варик в драме «Любимые вязы», Матрону в постановке «Это моя жизнь», роль Лолы в «Салване», в «Алиби», «Пикадилли». Диан Уэйн в триллере «Опасность на пирсе», роль Джоанны Купер в постановке Уилфреда Месси «Женское прикосновение», Роль доктора Харрингтона в постановке «Десятый» здесь не останавливается. Фенеллу по роману американской писательницы Джоан Морган играет в пьесе «Это была женщина». Шел 1954 год. В этот же год Патриция знакомится в театре города Лоустафт с актером Майклом Кейном, будущей звездой британского кино. Для Кейна это было настоящим везением. Как говорят, покровительство приммы бесполезным не бывает. Патриция не жалела своего времени и сил, чтобы подтянуть неопытного парня до своего профессионального уровня. Через год, в 1955 году, они поженились, а еще через три года развелись. До статуса суперзвезды Кейну еще было далеко. Но роль Пажа при «Королеве» совсем не устраивала амбициозного молодого человека. Кроме того, в своей автобиографической книге «О чем это все» актер пишет, что виноват в разрыве только он один. А причина – его юношеская глупость. Ведь к роли отца, будущий корифей британского кино, был абсолютно не готов. Майкл Кейн рассказывает, если бы я тогда знал, что если влюбился, жениться совсем не обязательно. Я влюбился в Патрицию Хайнс. И через несколько недель мы поженились. Патрицию Хайнс. Родилась наша замечательная дочка Доминик. И это стало последней соломинкой, которая ломала спину и без того слабого верблюда. Денег не было, и Майкла Кейна привлекли к суду за неуплату алиментов. Патриция Хайнс явилась на заседание в дорогом платье, что очень контрастировало с внешним видом ответчика. Больше они не виделись. Отыграв много ролей в театральных постановках, Патрицию пригласили на телевидение в качестве диктора на сериал «Гарри Халидей» в 1959 году. В 1960 году она сыграла Поли Харвард в эпизоде «Летний театр» в сериале телевизионной компании BBC «Sunday Night Play». Здесь она также оставляет свои повторяющиеся роли, где она исполняет «Мисс Пинкс» в сериале «Emergency War 10». В сезоне 1960-1961 года Патриция играет роль Барбары Дэй в сериале «Мир Тима Фрейзера». После чего ей предложили роль Джесси Эдлман в популярном сериале 1961 года «Улица Магнолин». Потом была роль в сериале «Шесть гордых ходоков», где она играла Глорию. Патриция после всего этого словно зацементировала себе место одной из лучших актрис Великобритании своего поколения. Еще и сыграв роль Вивьен Эймс в сериале «Компактный» сезон 1963-1964 года. А ее дебют в кино состоялся в 1960 году в фильме «Шантаж», где она не была даже указана в титрах. Сюжет таков. Оги Картона, недавно освобожденный осужденный, открывает фотостудию и школу моделирования, которые служат прикрытием для дела, позволяющего любителям делать эротические фотографии, одновременно шантажируя некоторых участников. Между тем, давняя вражда с конкурирующим гангстером, который взял на себя его операцию, пока он был в тюрьме, продолжается. Полиция собирается провести расследование, отправив офицера Милдред Эйд для работы под прикрытием, записавшись в качестве студенческой модели. Та прибывает к нему, и он поражен ее и начинает за ней ухаживать. После чего Патриция и Хайнс предложили роль Джесси Эдельман. Через год она уже в фильме «Разгадка Сребряного Ключа», где она играет полицейскую. Патриция не делает паузы, в ее жизни все идет своим чередом. Ее приглашают и на телевидение, и в фильмы. Она играет в телевизионных сериалах и не отказывается ни от одного предложения. В таких сериалах, как «Десятый отдел скорой помощи», «Нет убежища» сезон 1959 и следовавший до 1967 года, знаменитый культовый сериал «The Avengers» «Мстители» в промежутке от 1963 по 1967 год, три провода «Неизвестность» в 1962-1963 годы, производители самолета 1963-1965, «Крейн», шоу «Дика» «Эмери», знаменитый сериал «Опасный человек» «The Danger Man» 1964-1967 года, «Блэкмэйл» 65-1966 годы, детективный сериал «Нежно-нежно», «Софтли-софтли», шедший на английском телевидении от 1966 по 1969, культовый сериал «The Champions», «Чемпионы 1968 года» и «Рэндалл и покойный Хопкёрк», и также знаменитый сериал «Департамент С». В 1963 году вторым мужем Патриции стал Бернард Кейн, их брак продлится 14 лет. Идет 1965 год. Патриция находится на пике популярности, когда она берется за роль Дианы в мини-сериале «Неохотный бандит» об офицерии британской армии, которая во время Второй мировой войны служит в Италии, в Сицилии и оказывается втянутом в мафию. Далее у Патриции следует роль в телевизионном шоу «Летающий лебедь» и фильм «Лето и зима» в 1965 году. Среди кинолюбителей, и особенно любителей телевизионных сериалов, добротных, качественных телевизионных сериалов, она становится особенно популярна, когда несколько раз появляется, играя одного и того же персонажа, в сериале «The Avengers» «Мстители» между 1963 и 1967 годами. Этот сериал поначалу шел черно-белым, а потом с 1967 по 1969 год его уже показывали цветным. В 1965 году Патриция появляется в кинофильме «Ночной гость». В 1968 году она играет в одном из эпизодов в легендарном сериале «The Saint» с известным британским актером Роджером Муром в его последнем сезоне этого сериала. сериал «Святой» снимали до лета 1968 года и не раз по разным каналам показывали в свое время его и в России. А в 1969 году Патриция Хайнс играет в фильме «Последний выстрел», который вы слышали. триллер режиссера Гордона Хесслера. В этом же 1969 году она уже в криминальной драме идя извилистым прошлым сценариста Джона Брессена. А также продолжает Патриция сниматься и в телевизионных сериалах «Апп», «Помпей», шедший с 1969 по 1979 год в Британии, знаменитый сериал «Полт Темпл», «Театр субботнего вечера», «The Baron Baron», где она с известным американским актером Стивом Форестом, где он якобы антиквар-перекупщик, он же тайный агент, работающий под прикрытием вымышленной британской дипломатической секретной службы. В 1971 году Патриция Хайнс играет одну из главных ролей в фильме «Вердин Вич». «Ведьма-девственница». Фильм ужасов, иногда с эротическими сценами. А в 1972 году следует ее участие в фильме-боевике «Фасткилл. Быстрое убийство». Наступают 1970-е годы. Громогласные и революционные 60-е, и свингующий Лондон, и вся Британия уже позади. Патриции уже 40 лет, но она прекрасно выглядит, всегда стильно и требовательно к себе. В семейной жизни у нее тоже все в порядке. Ее супруг, которая ее старше всего на 4 года, тоже имеет успех в кино и в театре. Все как-то идет органично и своим чередом. Патриция и дальше принимает приглашение от телевизионных режиссеров. Она играет в сезоне 1972-1973 года в знаменитом телевизионном сериале «The Protectors» «Защитники», где главную роль исполняет американский актер Роберт Вон. После чего снимается в сериале «Диксон из Док Гринн». Ферма «Эмердейл» тоже за 1972-1973 года. Потом появляется в очень интересном сериале «Спэщел Бранч» «Особый отдел» о работе отдела полиции по особо важным делам с актером Джорджем Сьюалом в главной роли. Вообще 1973 год для Патриции становится достаточно удачным. В сериале Королевский суд она изображает Аделаиду Винсент. И вот уже идут 70-е годы, середина 70-х. Патриция участвует в сериале «Не пейте эту воду» сезона 1974-75 годов о приключениях Сирила Блейка, бывшего водителя автобуса и его сестры Дороти. После чего следует сериал «Внутри этих стен». История о женской тюрьме, снятой лондонской телекомпанией ITV. В 1976 году Патриция Хайнс участвует в сериале «Хедли» о полицейском детективе, эдаким оруженосце, живущем за городом и ездящим на белом Астон-Мартине и следящим за бывшими заключенными, вышедшими из тюрьмы. В этом же 1976 году Патриция участвует в сериале «Быстц» звери, написанный Найджелом Книлом. Это антология шести отдельных эпизодов, которые показывают тему звериного ужаса. А до того, в 1975 году, Патриция принимает участие в телевизионном фильме «Прикосновения Казановой». Симпатичный и развратный Казанова опять берется за свои штучки. За ним хотят прийти и арестовать, но у него появился хитроумный план поменяться личностями с его слугой Франциско, который моложе и красивее и еще развратнее. Наступает 1977 год. Казалось бы, что еще нужно для счастья? Все есть. Роли, популярность, любимое дело, любимый дом, любимый муж. Но для счастья на самом деле нужно не так уж мало. У Патриции обнаруживают рак легких. Врачи, к сожалению, ничего не смогли сделать. Патриция Аймс ушла из жизни 25 февраля 1977 года в Англии в городе Нордгемптон. Это к северо-западу от Лондона. Таков портрет и взгляд на эту прекрасную женщину и актрису. С вами был Андрей Кобыш. Спасибо вам за ваше время. .